Как решать первоочередные социальные задачи в непростое финансовое время? Тему обсудим с управленцем, который хорошо знаком с ярославцем. Это Виктор Костин, сегодня зампред областного правительства, гость студии. Виктор Геннадьевич, приветствую. Здравствуйте. Как давно вам сделали предложение о возвращении в Белый дом? Мы сколь долго думали о том, что снова нужно возвращаться в Ярославль? В отношении предложения, наверное, три с небольшим недели назад. Думал я около недели. Решение, я думаю, что принял я довольно быстро. Поэтому сегодня я здесь. Социальный блок вам хорошо знаком, поскольку в свое время, правда, в статусе заместителя губернатора, вы более восьми лет его курировали, теперь вы уже зампредседателя правительства. Вот ваши первоочередные шаги, ваши первоочередные задачи. Мы сейчас очень быстро делаем статус происходящих дел, как обстоят дела в каждом департаменте. Я думаю, уйдет, наверное, у нас на этой неделе. И после этого, действительно, по самым острым, злободневным вопросам будем принимать решения. Потому что динамика работы нынешней команды, она совершенно другая. Да, мне есть с чем сравнивать. Может быть, только во времена Сергея Алексеевича Хрукова. Она активнее, что ли? Гораздо активнее. Гораздо активнее. И вы видите, что сегодня поручения, которые даются на правительстве, они там фактически выполняются либо в этот день, либо на следующий. Как вот сегодня у нас там проблематика. Вчера мы ночью получили информацию о том, что у нас есть ряд объектов, не подключенных к теплу. Я думаю, что завтра они будут подключены обязательно. Какая сфера больше всего страдает, на ваш взгляд? Это образование, это социалка, это здравоохранение? Термин страдает, я бы, наверное, не использовал. На самом деле, самая чувствительная отрасль, это в первую очередь отрасль здравоохранения. Это потому что каждый день, и мы понимаем, что когда ты ощущаешь какой-то недуг, боль и так далее, то все остальное отступает на дальний план, и это для тебя становится основным. Безусловно, это система образования, потому что каждый из нас проходит через эту систему и мечтает, чтобы его ребенок получил достойное образование, хорошо устроился в жизни. Безусловно, это социальная защита населения. По тому, как мы относимся к старикам и детям, вообще, в принципе, судят о власти, судят об обществе. Ну и, безусловно, все остальные проблемы, они не менее важные. Будем, безусловно, их ранжировать, потому что средств не так много, но во всех отраслях, я уверен, будут позитивные изменения. О кадровых переменах в департаментах, которые вам подведомственны, стоит в ближайшее время говорить или нет? Я думаю, что пока говорить не стоит. Мы еще более глубоко сейчас погрузимся в проблематику. Мы уже со всеми встретились, проговорили пути дальнейшего движения. И поэтому в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель мы примем решение, либо с кем-то расстанемся, либо будем продолжать работать. Но пока однозначно, что кто-то уходит, кто-то приходит, я сказать не могу. Главная тема, которая сегодня звучала на первом заседании обновленного правительства, это как раз система здравоохранения. В последнее время очень много и очень активно говорят о новом корпусе онкологической больницы. Чего ждем? За кем последнее слово? Ведь, насколько я знаю, есть проект или я ошибаюсь? Безусловно, проект есть. Сегодня очень мы активно включаемся в эту работу. После заседания правительства я уже имел несколько телефонных разговоров с чиновниками очень высокого уровня в Москве. Будем максимально прикладывать усилия. Но, в общем-то, с таким лидером, с таким губернатором, как Дмитрий Юрьевич, я думаю, что мы сможем решить этот вопрос, получить федеральное финансирование и в следующем году постараемся начать работу. В 2017 уже то есть, получается? Будем стараться. Еще есть ряд вещей, которые необходимо будет сделать. Надо пройти согласование. И в Министерстве финансов есть нюансы в Министерстве здравоохранения, есть нюансы в Министерстве экономического развития. Огромный пласт работы, огромный, так скажем, пласт согласований. Но я думаю, что мы должны этот путь пройти и пройти успешно. Виктор Геннадьевич, я вас поздравляю с возвращением. Спасибо огромное. Виктор Костин, заместитель председателя правительства Ярославской области, гость нашей студии.